А вот и я, друзья мои. Всем привет-привет! Эй, Ляндик, Гутнолдик. Хочу подарить вам солнышко, которого не хватает многих. Ой, мороз-мороз! Всем привет, друзья мои. Сегодняшний блог началась с ужина. Приготовление. И вот сейчас такой кабаб я быстренько положу в духовку. Вот и наш с Ашкемом ужин. Вот такой у меня чорба. Суп с зеленой чечевицей. Салатик. Хлебушек и кебаб. Рецепт вы можете посмотреть на моем канале. В плейлисте готовлю дома. А вот и я. Не переключайтесь. Дальше я вам покажу, какую посылку мне принесли сегодня. От Евроше. Сейчас мы будем с Ашкемом кушать. Я смотрю, что все сидят на балконах. Мы уже кондиционер не включаем. Уже не такая жара. Спала жара. Сегодня я покрасила волосики. Очень многие из вас спрашивали мне, какой краской я пользуюсь. И это турецкая краска. И итальянская. Тоже итальянская. Сейчас покажу вам. Платин сары. Она без аммиака. Итальянский материал. Продается она в профессиональных магазинах. А может и в таких тоже магазинах продается. К ней прилагается перекись. Ей стоит она где-то, по-моему, около 15 лир. Я не помню, потому что 4 месяца или 5 назад взяла я много упаковок. Но потом не красила. Вы сами знаете историю моих волос. Доброе утро, друзья мои. 7 часов утра. Идем с Ашкиевым на море. Я проснула. Смотрю, Ашкиева рядом нет. А он сидит возле телевизора. И я сказала, ты еще не лег. Пошли тогда на море. Он говорит, правда? Я говорю, да. Хоть я и хочу очень спать. Но с тобой вместе пойдем. Покажу тебе красоту. 7 часов утра. Потому что он сколько здесь лет живет. Ни разу не ходил с утра на море. Вот так идем с Ашкиевым. На улице он прямо возле меня. Хоть никого нету. Говорит, если туда упасть, умрет. Он забыл очки. Идем на такой улице параллельной. Чтобы, говорит, солнце не высветилось. На этой улице очень много меканей. Пустешься, Генеша? Денисе. Что пустешься? Денисе? Ты как не хочешь на море идти? На море. Как не хочешь идти? Такое море хорошее. Хорошее. Хорошее море. Чук хорошее. Хорошая иди, Юра. Ты же по-русски потихоньку понимаешь? Понимаешь. Поднимаешь? Поднимаешь. Аж кем удивился, сколько людей и спорт там занимаются. И покажу сейчас ему. Хороший. 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 Смотрите, пришли на море. Хороший. Хороший. Раньше мы здесь завтракали, а сейчас закрыто всё. Ты видишь, сколько людей на море, а ты сидишь, спишь в это время. Видите, как они далеко плавают и общаются там. Я сплю, когда сплю. Они на море идут. Я сплю, когда сплю. Посмотрите, занимаются спортом, купаются. Всё, пошли покупаться. Друзья мои, мы с Ашкемом сейчас купались, а ему так понравилось. Ашкем, как ты думаешь, Денис? Да, с утра, говорит, намного лучше. Но он же вообще не спал у меня, хочет спать. Ашкем скупался, алкерин. Молодец. Люди до сих пор купаются. Да? А? Люди. Говорит, пожилые умеют купаться, плавать. Посмотрите, до сих пор они... Мы пришли, покупались, а они всё там. Ашкем, бюсады были, люди тепли. Что бы я сделал, а? Сама спором шёл и он, наше, где залоги. Иногда мы ехали. Говорит, как спорт они делают? И спорт там занимаются, и всё обед, и разговаривают, и обучаются. Он говорит, шоке, я в шоке, говорит, а ты? Пошли мы собираться домой, дела у нас есть. Сейчас Ашкему сделаю с утра кавалты и спать умножу, а я буду работать. Мы такие счастливые с Ашкемом идём за ручку. Хлебушек купили. Государственный хлебушек купили. Что ты делаешь? Как ты делаешь? Как ты делаешь? Как ты делаешь. Как ты делаешь. Сейчас я говорю Ашкема, я сейчас сделаю кавалты. Мы так рано с ним на балкончике сядем. Кавалты я поджас. И я тоже сделала. А то я вообще вчера только вечером один раз поела. Кебаб вот этот. Кебаб? Мы едим. Мы едим. Мы едим. Мы едим. Курортники. Видите, какой лысый у нас стал двор. Все деревья обрезали. Лысый стал. Бурат поливает уже. Бурат ага едет. Ага. Он сделал. Он сделал. Он говорит. Вот у нас здесь салон есть. Но они не умеют. Здесь нет парикмахера. Вот такой лысый дворик. Вместе с Ашкемом откроем посылку. Открой Ашкем. Банайярдым джият. Я вчера не открыла ночью. Потому что было занято. И вместе с вами сейчас посмотрим. Нео гель дибана. Ашкем поставьте гель он. Чабук. Чабук. Ать, ать. Как торт открывает. Как торт. Поста гиби. Ать ёрд. Что нам пришло. Ать ёру. Ать ёру. Но. Пошёл. Обаалдим джият. Д съёмщи. Ать ёры. Не Shop. Эй ёніج гель для душа. Ать ёрд. Мыло взяла такое, с оливкового, это для макияжа, макияжа, сельмековый, беним, бетерды, кучок алдым, бенеджек, фазладалададжан, вот взяла такой маленький, неолдне, а, бу, сачларычи, это для волос моих, чтобы объем придавала для волос, Вот это вот вообще, бус, чок, бе, гендим, о, вы знаете, что, друзья мои, это очень хорошее, очень, у меня закончился, беним, бетерды, ама, сорок восемь часов, кырк, сэки, сад, герчектен, очень хорошее, два взяла, потому что была скидка, когда два покупаешь, дешевле, а ну-ка, сэн, бу,ач, отчего, рус, кюзель, кюзель, помада моя, коралловая, не открывает, Вот такого цвета, коралловая помада, а это лак, ашкин, ага, я сегодня накрашу себе педикюр, буй, кюзель, ач, кюзель, ашкин, берши лязи молобелир, Бо-��isesху тебе Pедик, не видит, боjo. Я даже не помню. Он говорит, мне не использовал раньше, поэтому не сдалось. Бо- loin в кафе его атuanы? Ай-а-а, первый раз говорю, буду использовать. Я ваш, я ваш. сейчас понял а маги за львенки в гостях тебя губки красивые губки в общем вот такие вот подарки мне пришли подарки вот по мелочи но зато смотрите все очень эффективно вот это все 220 вот это вот все 220 и это подарок гель ну что пошли мы значит будем сейчас сашка вам ковал ты и делать у нас самый простой потому что кто-то ляжет спать это будет работать вот видите все по-простому и хлебушек которые вы купили сашка его и гигасик гигасик рядом наш любимчик а мурат все поливает поливай вот на той стороны завтракать не так уж хорошо ну что там солнышко а с нашей стороны завтракать хорошо как обрезали лысый такой сделали парка для деревьев это хорошо сейчас кушать хочу показать вам что-то интересное и для меня например это было интересно когда приехала в турцию вышла на балкон смотрю молитвы читают вот все видно похороны покойников привозят турции в джами джами потом после молитвы везут на кладбище вот так проходит этот такой обряд очень много машин я смотрю вот так вот происходит в турции похороны когда я приехала в турцию то я удивилась что здесь я не вижу похорон на улице и говорю здесь какие здоровые люди они и не умирают наверно потом мне сказали объяснили что здесь похороны хоронят на сразу же на второй день батуми например вот недавно умер мой свекор от первого моего брака очень хороший человек может поэтому как-то я не могла выставлять делать видео потому что мне было очень тяжело потому что мне было очень тяжело хоть я и уже и не являюсь членом этой семьи но мои дети внуки они смотрят общаются и мой бывший свекор он был очень хорошим человеком он мне всегда называл дочери ну меня вообще все любят нет таких людей которые вы плохо обо мне что-то сказали и всегда любили вот когда я замуж вышла он меня называл с первого дня я дочка и я естественно папа и мама и вот он его похоронили в субботу просто не хотела вам говорить делиться этой информацией а потом сейчас вот решила открыть свою душу и поговорить на эту тему он очень долго болел его жена боролась они очень дружная семья с них надо тоже брать пример он очень хорошо относился к жене к детям прямо жили душа в душу оба и вот он несколько раз у него было давление поднималось гипертонический криз попадал в больницу в реанимацию он ходил но на этот раз на месяце 3-4 лежал в очень тяжелом состоянии он был на аппарате и мы ждали каждый день что его скоро не станет с нами ну даже трахеостому здесь вот поставили ну все состояние ухудшалось каждым разом и не знаю как мой сын его очень любил потому что он вырос с ним вместе рядом даже сейчас когда я в Турцию он жил с родителями дедушкой и бабушкой моего мужа родителями и недавно в субботу в день похорона ночью мой сын звонит у них там было в 4 часа утра было у меня у них было 10 часов вечера плакал так говорит дедуля умер а я говорю откуда ты знал я не хотела ему рассказывать об этом а он сказал друзья мои позвонили посочувствовали как он плакал как он плакал минут десять не мог успокоиться ну потом пришел сюда я его поддержала и вот он так пережил смерть дедушки на расстоянии ну вот такая вот грустная история царствие небесное по земле будет его пухом все что хорошее пускай будет ему потому что он действительно очень хороший человек